Квартиру мы купили, потом садик ребенка устроили, а так, в принципе, все хорошо. Для пенсионеров все купить, покушать, только плохого вроде, вот пока что войны там эти вот, за границей где-то, в Сирии там. А Россия, слава богу, идем, идем потихоньку. Да ничем, все дорожает, пенсия маленькая, вот и все. В городе? Да, красиво стало. Везде так ремонт делают, и дороги. Купила машину, сдала на права, работу поменяла. Вот что дороги губернатор наш делает, очень хорошие, я постоянно за рулем бываю, машина уже не ломается. Люди начали улыбаться, раньше все хмурые ходили. Мы стали жить лучше, намного лучше, что о нас беспокоится. Вот как к нам относятся, так и мы, ко всем народам мира. И в своей личной жизни, к своим семьям, к своим детям, внукам. Выборами Трампа. Это самая, наверное, неожиданность, самая большая неожиданность. Наверное, чтобы улучшилась обстановка мировая. Потому что, как ни крути, жизнь личная это очень хорошо, семейная, детки, работа, а все равно очень огорчает, что у нас в мире происходит. Ой, трудно сказать, сразу ты не скажешь. Стали хуже жить, хуже россиян, никто не жил. Уже руку подняли даже на инвалидов. Вот у меня вторая группа инвалидности. И вот с Нового года уже не дадут приездной. Раньше был проезд на все виды транспорта, за исключением такси. Я хочу сказать за Владимира Владимировича Путина, что у нас есть такой президент, что у нас нет войны, что мы ложимся спать спокойно и встаем чистой душой. В общем, за Владимира Владимировича Путина он у нас мужик. Выборами в Госдуму. В этом году я съездила в Дельфийские игры в 2016-м в Тюмени. Правда, ничего не заняли, как всегда, но все равно впечатлений масса. Мне кажется, этот год был не очень успешный. По поводу в Сирии, допустим, меня это очень трогает. Надеемся, что следующее будет очень хорошее. Но лично для меня и всех с наступающим Новым годом. А вот в чем его приказ? Во всем. Я одно вам скажу, без Бога нет счастья. А когда с Богом, всегда все прекрасно. Крым наш, самое главное. Только вперед, Россия вперед. Дети растут, все хорошо, в принципе. Уверена, завтрашние дни есть. Все здоровы в семье, самое главное для меня важное. Что работу потеряли двое внуков, это очень плохо. Десять лет работали, нормально залив, в отеку влезли, а в обоих расы, да. Это страшно. Самая богатая теперь бабушка. Прекрасно, все устраивает. Приобрел все, но все хотел. Холодильник, стиральную машинку, газовую печку сейчас взяли. И еще осталось у нас, не знаем, уже что брать. Работа есть, работа и зарплата устраивает. У меня, конечно, побольше платили. У меня нормально. Пенсию повысили, чтобы пенсия нормальная была. Нам все устраивает. И жену люблю.